Школа пациента для людей, живущих в СВИЧ, это совсем другой формат. Здесь нет врачей в белых халатах, и атмосфера совсем не больничная. Такая неформальная встреча, где можно найти ответ на волнующий вопрос. Больше всего это то, что мне понравилось, то что разные направления. К примеру, если я прихожу, раньше я приходил, когда в спеццентр, я только приходил, только получал терапию и кровь сдавать. Я не знал, например, что нужно делать, как обезопасить себя или своего партнера. К примеру, какие-то такие методы, потому что я инфекционист, например, стеснялся спросить такие вопросы, потому что человек мне не знаком. Ну, как он врач, я смотрю просто как на врача. Но здесь как-то немножко все по-другому происходит у нас. Сейчас на учете в Центре профилактики и борьбе со СПИД стоит 15 800 человек. Основная цель создания такой школы – не допустить, чтобы человек с положительным ВИЧ-статусом перестал принимать препараты. Если человек перестает принимать лечение, то у него возникают серьезные проблемы в здоровье. Но это еще и психологический момент, поэтому здесь работают еще и наши психологи. После этого, чтобы не было серьезных последствий, вне стенок Центра СПИДа, чтобы не было такой негативной обстановки, в неформальной обстановке наши доктора здесь читают лекции, рассказывают, идет обмен информацией, и пациенты, они более становятся открытыми. За год работы школа пациента успела зарекомендовать себя не только в Нижнем Новгороде. Участники проекта побывали в Чеченской Республике и в Мордовии. Теперь, благодаря поддержке президентского гранта, стать слушателем сможет любой житель страны. 499 тысяч планируем потратить на организацию вебинаров, для того, чтобы расширить наших пользователей, слушателей, пациентов, чтобы отдать большую информацию уже по Нижегородской области, не только по Нижнему Новгороду. Мы будем продолжать практические занятия, которые будут проходить стационарно на Карла Марса 54 еженедельно. Наверное, на это и пойдет вся сумма. Очень бы хотелось, чтобы мы смогли привлечь как можно больше людей. Все вебинары будут проходить в реальном времени, а через онлайн-чат можно будет задать вопрос разным специалистам. Онлайн-занятия не случайно проходят в таком формате, потому что это, прежде всего, живое общение. То есть у всех участников школы пациентов в интернете есть возможность в прямом эфире задать вопрос, на который я с удовольствием отвечаю. Поэтому необходимо каждый раз выходить в эфир, записывать это, потому что все-таки школа пациента создана именно для того, чтобы пациенты или оффлайн непосредственно в школе, либо через интернет могли пообщаться с врачами-специалистами. Кроме меня, в школу пациента ведут еще около 4 специалистов спеццентра. Вебинары будут выходить еженедельно по субботам. Все подробности можно найти на сайте благотворительного фонда «Степ» и в группе ВКонтакте.